так прямой эфир по коже я надеюсь сейчас будут приходить люди привет 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 сегодня у нас будет прямой эфир по коже и целых два эфира в первом мы будем рисовать акварелью и во втором маркерами всем привет очень рада всех видеть марафон щеки здрасте здрасте я сегодня опять поскрипывать стул еще возможно вы меня видите вон стул блестящую поверхность всем привет всем машу лапкой ну давайте потихоньку начнем сейчас первый эфир по акварели второе будет после этого то есть этот мы закончим сохраним и будет второй уже по маркерам всем привет кто у нас участвует в марафоне видео для вас в принципе для всех что нам сегодня понадобится во первых наш шаблон который мы с вами рисовали вчера вот такой он был мы переводим кто-то на акварель кто-то на акварельную бумагу кто-то на простую пищу бумагу в зависимости от того чем вы будете рисовать кто-то рисует акварелью кто-то маркерами в принципе чем хотите тем и рисуйте лишь бы были работы которые вы будете выкладывать и лишь бы вам самим нравилось мы переводим через стекло наш шаблон тонкими линиями вот на такую простую бумажку я сделала буду два раза рисовать и на акварельную бумагу и сегодня научимся с вами красить кожу на наших скетчах то есть такой будет сегодня урок по коже эфир мы сохраним все будет доступно вы все успеете еще сделать не переживайте никуда никто не торопится не несется все сидим в карантине кто-то работает правда в карантине а мы будем рисовать так начнем с того что нам потребуется также акварель кисти мне к сожалению все мягкие кисточки почему-то куда-то испарились пропали остались только вот такие маленькие синтетик и средний крас которые нужны и супер широкая вот такая для акварели неудобно мне конечно ей будет рисовать но попробую и поработаем еще вот этими тоненькими синтетика акварель все-таки не очень какие нам цвета нужны для кожи извиняюсь заранее за свою палетку акварели потому что она уже видала виды многие пожила свою жизнь и так водичка вот тоже у меня тут есть надеюсь у вас фокус сейчас не расходится как мы делаем акварель как мы делаем кожу нам нужно три цвета это охра вот такой оттенок ее мы берем больше всего надеюсь фарфоровая тарелочка для того чтобы можно было смешивать краски иногда это делаю на бумаге но там краска быстро впитывается и не так удобно то есть я намешал какой-то цвет у меня впитался и засох то охра такая рыжая достаточно потом совсем чуть-чуть я беру розового или красного такой какой-то малиновый оттенок на самом деле по коже тут очень многие рисуют как кто захочет акварели зависит от цвета от цвета от того какой тон кожи вы хотите намешали немножко красного розового и капельку зеленого зеленый он немножко приглушает яркий вот этот красный оттенок делает цвет кожи более холодным так это я уже много нафигачил если вдруг вы много взяли зеленого берете заново охру добавляете разводите и все то же самое получается чтобы например еще немножко пригасить красный можно взять чуть-чуть капельку буквально фиолетового цвета и тогда можно будет сделать тени и сам оттенок кожи будет такой более холодный ну вот примерно такой мы намешали сами оттенок если вдруг у кого-то ну супер маленький набор акварели вы можете просто взять охру сильно ее разбавить водой в принципе будет уже то что нужно бутылочку слечу поставлю другую сторону всем добрый день еще раз рисуем сегодня кожу акварелью эфир сохранится обязательно так сильно разбавляем водой чтобы получить такой светлый светлый сейчас оттенок начнем красить проходимся сначала в один тон по коже вы можете добавить еще больше воды цвет будет еще более светлым таким я сейчас прям разбавляю водичкой можно добавить побольше немного розового чтобы оттенок был менее загорел и менее такой желтенький а именно больше в розовый уходил тут также зависит и от стилистики и от того какой мы хотим цвет кожи иногда можно вообще сделать какую-нибудь кожу синюю зеленую смотря какую работу мы делаем заходим здесь на на лицо на волосы тоже чуть-чуть зайдем сделаем ее светленькой смываем так надеюсь всем видно сделали первый тон теперь будем с вами постепенно прорисовывать тени можно еще добавить в некоторых местах водички и для теней мы добавляем чуть побольше зеленого красненького делаем более насыщенным тон краски и можем также повторяя сюда добавить фиолетовую капельку либо какого-то темно-темно-коричневого начинаем добавлять тени тенями мы проходимся по внутренней стороне руки под грудью по бокам чуть побольше вот здесь вот где талия добавляем по низу торса также где нам нужно это можно чуть-чуть подразмыть водичкой коленочки тоже акцентируем вот она толстая кисть захожу за край по ногам мы также оставляем в центре такой блик чтобы показать объем коленки делаем темненькими и по голени вот сюда можно уйти посильнее потому что у нас форма анатомически так анатомически изогнутая тенюшки уходят вот сюда стопы можно посильнее закрасить нашим оттенком кожи сделать их потемнее немного так это первые тени у нас такие получаются сейчас мы будем еще усиливать обязательно под подбородок мы добавляем краски погуще по лицу тоже немножко проходимся так возьму другую кисть теперь делаем оттенок еще потемнее немного можно добавить капельку черного коричневого например сейчас намешиваю запись да будет мы все сохраним то есть все это останется вот этот эфир и следующий по маркерам все обязательно сохранится был им в отдельный пост также чтобы можно было его легко найти так что не переживайте все будет так сейчас делаю чуть-чуть еще тени на виду и уже более тонкой кистью буду проходиться также добавляем тень внутри руки здесь у меня видите толстая кисть была всем не заряпала к сожалению другая моя куда-то делась так подозреваю что ее сгрызла собака под грудью также мы добавляем тени с этой стороны по руке тоже дублируем и по торсу также проходимся всем привет здравствуйте первый день можно посмотреть либо у меня в stories можно найти illustrations by sophie либо fashion vector design есть прямо отдельный пост где выложен этот эфир который переводит в айджи тв в айджи тв все есть можно будет зайти он сохранился уже там на века так что никуда не убежит нигде не потеряется что я сейчас делаю я везде просто углубляю тени делаю их поярче акварель еще подсыхает и поэтому все цвета становится посветлее так уже у меня бликует не вижу что там дальше чуть-чуть еще можно будет зайти на волосы на ушки сделать их такими светло-блондинистыми пожалуйста рисуйте обязательно вместе с нами всех уже практически узнаю кто у нас участвует в марафоне вообще на самом деле все такие классные я прям очень рада очень рада что вам нравится рисовать и участвовать что эфиры понятно что все устраивает это прям бальзам мне на душу так добавили еще тенюшки немножко тороплюсь чтобы все мы успели все показать так и теперь еще по ногам делаем все то же самое но просто поменьше чуть-чуть область затрагиваем уже более темным оттенком чем можно пользоваться еще например мы нарисовали в акварели хотим добавить еще какой-то глубины рисунку берем цветной карандаш темно-коричневый и вот в тех же местах где мы рисуем тени еще сильнее их углубляем на самом деле вы в принципе в марафоне можете пользоваться практически любыми материалами то есть вы можете нарисовать в карандаше главное чтобы были выполнены задания и на самом деле будет очень здорово если вы будете адаптировать под себя потому что там дальше мы будем рисовать фактуры ткани вот там будет очень интересно кто как это нарисует так здесь еще затемняем ножку ножку у нас будет в туфельки потом для чего мы кстати говоря рисуем с вами такую девчонку мы же ее потом будем одевать поэтому мы себе сейчас готовим шаблон на которой мы будем сверху рисовать разные модели одежды сильно не углубляемся в лицо в стоп и в руки есть отдельный курс в котором очень все подробно я объясняю там прямо отдельно отдельно уроки направлены именно вот на прорисовку части тела тут мы с вами развлекаемся вот так так но некоторые места можно немного размыть прям чуть-чуть если где-то например у вас капнула слишком много краски вы можете взять чистую кисть сухую и приложить краска с водичкой в нее впитается и оттенок уже будет светлее так вот такой скетчевый набросок мы с вами сделали по теням в принципе по наложению теней должно быть все понятно это можно сделать более графично как тогда более грубые переходы между тенями и светлыми оттенками можно более мягко зависит от личных ваших пристрастий как вам нравится так давайте знаете что еще сделаем сейчас с этой работы как раз возьму вот коричневый карандаш подточу его и сделаем небольшой контурок пусть он чуть-чуть подсохнет я пока могу ответить на какой-нибудь вопрос ой спасибо большое это вам спасибо что смотрите эфиры участвуйте в марафоне в нашем это прям очень классно я очень рада так вот мой коричневый карандаш подсохла но не совсем подсохла но кое-где да и что мы можем сделать помимо того что мы можем сделать здесь обводку черным линером мы можем еще взять темно-коричневый карандаш либо черный карандаш тут нет какого-то правильного и неправильного варианта просто есть то как вам нравится и как может быть не очень нравится пробуйте разные смотрите с каким материалом комфортнее работать так карандашом мы тут вот все затемняем тихонечку сразу немножко также волосы акцентирую ближе к лицу которые волосы уходят туда вглубь мы делаем темнее поэтому там карандашиком прям не стесняемся по ярче рисуем сразу говорю что сильно прорисовывать лицо вам не обязательно если вдруг возникнет такой вопрос это карандаш пабер кастл это по моему просто набор цветных карандашей нет карандаш не акварель на обычный цветной акварельный нам был бы нужен если бы мы изначально нарисовали фигурку сразу наложили цвет акварельным карандашом и уже кисточка размыли такой вариант тоже может быть вообще без проблем все может быть но здесь уже я использую обычный цветной карандашик можно использовать черный я уже говорила цветной карандаш но он лучше пойдет просто для какого-то все-таки контура и уже тенями на коже не совсем но тоже смотря где смотрю какой оттенок вообще карандаш может быть абсолютно любой фирмы совершенно нет тоже какого-то правила обычные можно детский взять набор нет детские конечно есть похуже они могут давать не такой яркий пигмент например это совсем легко украсить акцентируем чуть-чуть тоже подтеняем ведем дальше линию поярче линию обводки можно сделать по бедрам я обычно делаю линии где-то более тонкие где-то более жирные так линия получается такой пивучий есть также имитируем какой-то боди прозрачная например можно его показать можно нарисовать белье на эту куколку так теперь ножки здесь акцент идет на коленочку на икру на вот эту выступающую часть и здесь также мы выделяем коленку коленную чашечку можно ее затем не чуть-чуть и внутреннюю часть бедер в принципе тоже можно еще углубить и с этой стороны еще расскажу про цвет кожи вы можете взять просто охру сильно разбавить ее водой она будет достаточно светлая постепенно насыщать оттенок и вот у вас цвет кожи такой простой для скейча он как раз очень хорошо подойдет конечно если бы у меня прям перед носом не висел телефон чтобы снимать было бы поудобнее но снимаем работаем так и лапки у нас остались тут чуть-чуть буквально вот так акцентируем еще можно подточить контур можно также добавить еще где только сейчас девушка сохранен да все сохранено в gtv тоже приятно очень быть с вами всех обнимаю в этот час зимы какая-то метель происходит за окна внезапная так мы дорисовываем тем временем наши фэшн копытца и вот такой быстрый туториал по тому как залить кожу акварелью мы с вами сейчас сделали этот эфир обязательно сохранится сохраняйте также кто рисует акварелью вот эту девочку обводите ее можете обвести линером можете обвести черным карандашом можете коричневым карандашом все что вашей душе угодно оставляйте ее и следующий эфир этот я закончу следующий будет уже на маркеры так что кто может оставайтесь с нами stay tuned как говорят вот эту девочку мы будем закрашивать маркерами все всем пока и встретимся через пять минут